привет всем сегодня будет то видео которое может раз и навсегда изменить вашу жизнь я покажу вам на простом примере как проблемы как негатив мешают вам двигаться вперед как негатив разрушает вашу жизнь обязательно досмотрите это видео до конца многие из вас эту фишку уже знают но именно простые примеры заставляют вас задуматься и так смотрите у меня есть крышечка крышечка это ваша проблема это ваш негатив я вот ее беру вот так вот в руку и что будет если я эту крышечку вот так вот буду держать одну минуту это ваша проблема что будет если вы будете думать о проблеме о негативе о чем-то неприятном одну минуту ничего не будет что будет если я эту крышечку буду держать вот так вот пять минут десять минут тоже ничего не случится это ваша проблема это ваш негатив что будет если я эту крышечку буду держать час что будет если вы будете думать о проблеме о негативе час не решать проблему а просто взваливать эту проблему себе на голову и ничего не делать и просто переживать 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 то есть эта крышечка это ваш негатив это ваше переживание что будет с вами спустя час эта проблема вас поглотит у вас начнут примеру дрожать пальцы у вас начнет болеть рука а что будет если вы эту крышечку будете держать вот так вот в руке целый ну целый день никто не сможет его так вот продержать у вас а не имеет рука у вас а не имеет тело проблема этот негатив вас полностью сожрет также и в жизни ребята люди привыкли париться привыкли переживать но ничего они с этим не делают и живут в этом негативе живут в этом страхе и этот негатив их съедает изнутри не нужно концентрироваться на проблеме на негативе на каком-то неприятном человеке это разрушает вашу жизнь нужно концентрироваться на решении концентрируйтесь на себе на пользе приведу вам простой пример этот пример я услышал на семинаре у вас с утра к примеру хорошее настроение вы спускаетесь по ступенькам со своей квартиры и подъезде вам соседка наступила на ногу запачкала вас вот так вот посмотрела будто вы какой-то там ущербный и не извинилась и ушла у вас есть два пути решения вы можете на этом все забить потому что у вас там дела вы должны концентрироваться на своих делах это просто какая-то мелочь а еще вы можете задуматься и подумать почему так вот какая она там плохая почему но так поступило почему она даже не извинилась передо мной вы можете об этом думать целый день это ваша крышечка маленькая проблема маленькая проблема которая вообще никакого отношения серьезного к вам не имеет это мелочи ребята в африке где-то дети гибнут от голода у кого-то нету питьевой воды вот это блин проблема а вы из-за такой херни жалеете себя и раздуваете эту проблему особенно женщины могут думать об этом думать целый день позвонить маме и сказать ты представляешь какая у меня плохая соседка какая она сволочь прикинь вы можете обсудить эту проблему вы можете думать об этой проблеме целый день зачем потом вы зайдете там в инстаграм сделаете пост сфотографируйте как вам испортили обувь потянутся ваши друзья начнут это все перемывать начнут предлагать свои пути решения иди к этой соседке разберись как ты можешь это просто так оставить вы начинаете в это погружаться оказалось бы такая мелочь с утра но эта мелочь может разрушить вам целый день если не всю жизнь обычная мелочь вы начинаете думать да нужно мне пойти нет я пойду я пойду разберусь после работы вы весь день плохо работали потому что думали про эту соседку вы идете к ней поднимаетесь звоните ее нету дома вы думаете нет я своего добьюсь я подожду садитесь у подъезда на лавочке ждете и она не приходит вы думаете ну я с утра тогда к ней зайду она не открывает дверь ну и пошло поехало да вы можете так раздуть эту проблему это какая-то мелочь но эта мелочь может разрушить вам целую жизнь какие же люди концентрируются на проблеме это конечно же хейтеры которых я так люблю конечно же это злопамятные люди они взяли себе какого-то человека и живут его жизнью не живут своей жизнью они не сконцентрированы на себе они тратят время на другого человека зачем это делать вместо того чтобы потратить время на другого человека блин да сделай ты не знаю для себя что-то прочти какую-то страницу сделай там я не знаю 10 отжиманий да что угодно что тебе принесет пользу то что ты будешь тратить время на какого-то человека это не принесет себе пользу вы меня можете спросить как я с этим справляюсь потому что я медийная личность я с этим сталкиваюсь у меня много хейтеров чем больше меня люди знают тем понятное дело у меня больше хейтеров кучу негатива мне пишут если бы ребята я на это все реагировал если бы я на каждый коммент каждого хейтера вот так вот реагировал начал бы с ним переписывать начал бы что-то выяснять чтобы мне это дало это бы меня поглотила если бы я на каждое разоблачение которое на меня снимают вот так вот бы жестко реагировал это в порядке вещей я популярный на мне хайпер на мне все хайпер как могут придумывают какую-то чушь только чтобы обратили люди на них внимание пишут в названии везде моё имя все у меня люди пытаются копировать копируют мои превьюхи копируют мое оформление все полностью копируют чтобы как-то люди на них обратили внимание хайпер как могут но если бы я на все вот так вот жестко реагировал да я бы блин не спал ночами да я бы ребята я бы с ума сошел если бы я на каждого вот так вот реагировал но как бы все трейдеры не пытались меня копировать я все равно буду выше них я все равно буду на шаг впереди почему да потому что я развиваюсь я хожу на семинары я придумываю новые фишки их внедряю они только копируют они не понимают что нужно развиваться я не стою на месте и пока я трачу большие деньги в себя пока я трачу большие деньги на образование я буду номером один и за мной будут люди только повторять вот вам ребята inside чтобы опередить конкурентов чтобы быть на шаг впереди нужно развиваться нужно вкладывать в себя но это вы увидите только в долгосрочной перспективе раньше я не был номером один но я таким стал потому что я вкладывал вкладывал только в себя я понимаю что конкуренты это все делают только ради хайпа чтобы привлечь к себе внимание и я спокойно к этому отношусь они в принципе правильно делают они берут готовую рабочую модель успешную и применяет эту модель у себя я вам уже говорил чтобы повторить чей-то успех возьмите чей-то успех и сделайте так же все очень просто возьмите просто и скопируйте так делают мои конкуренты у меня мошенники пытались отобрать деньги вымогали миллион рублей попробовали у них ничего не получилось все они оставили меня в покое если бы я на каждого вот так вот реагировал все я бы сошел с ума нужно научиться это принимать нужно научиться с этим жить как на это реагировать вы конечно же не должны это все пропускать вы должны на это все смотреть делать выводы и двигаться дальше не застревать там двигаться вперед двигаться к успеху но не выяснять какие-то отношения ребята я прекрасно понимала что я шел чем больше я становлюсь популярнее тем больше у меня хейтеров это же понятно это законы жизни с этим ничего нельзя поделать это нужно принять чем больше ты будешь добиваться успеха тем больше у тебя будет завистников это все понятно нужно научиться с этим жить и двигаться дальше многим не говорят что я удаляю комментарии все очень просто я ничего не удаляю я поставил в ю тубе галочку и все нецензурные выражения автоматически попадают спам под прикиньте мне кто-то написал ты пидорас и что мне с этим делать что мне с этим делать и реагировать на это писать почему как ты можешь так обо мне судить сам ты такой и начинать с этим человеком переписку зачем это же меня будет съедать вместо того чтобы я выпустил какое-то полезное видео вместо того чтобы я прочел какую-то полезную статью нет я буду тратить на это время это будет меня поглощать это будет забирать у меня много времени так что я на это никак не реагирую но понятное дело я это все вижу и делаю выводы и двигаюсь вперед и напоследок чтобы это все закрепить я вам расскажу еще одну историю историю которая тоже услышал на семинаре я точно не помню как она звучит но суть я вам передать смогу шли где-то там в горах не знаю где два монаха шли два монаха учитель и ученик и им запрещено там вступать в любые отношения с женщиной идут они и на пути у них река река там сильным течением и видят они стоит девушка и не может перейти эту реку ей тоже нужно на другую сторону и она просит у этих монахов пожалуйста помогите перенесите меня на ту сторону ученик смотрит на учителя говорит ну нам же нельзя как так нам нельзя это все это грех учитель берет эту девушку себе на плечи вот так вот и переносит на другую сторону ученик просто в шоке он не знает что делать эта проблема его поглотила он понимает что это грех все они там что-то нарушили он идет и целую дорогу думают идут они час ученик думает ученик нервничает он переживает он пытается там себе представить последствия а что с ним будет идут второй час ученик также думает 3 4 вот идут они 5 часов и вот ученик не выдерживает и говорит как так учитель говорит что как так как вы могли помочь той девушке учитель говорит а ты про ту девушку так я ее отпустил еще пять часов назад а ты до сих пор ее с собой несешь вот такая вот история ребята я думаю вы все для себя поняли давайте подведем итоги концентрируйтесь на себе не концентрируйтесь на проблеме не держите эту проблему в голове очень долго концентрируйтесь на решении любая проблема это вызов если вам неприятен какой-то человек оставьте его если вы хотите этому человеку отомстить это настолько тупо я раньше тоже таким был но понимаю что это отнимало у меня тогда силы это отнимало у меня энергию и вместо того чтобы потратить ее на себя я тратил эту энергию на другого человека теперь я двигаюсь только вперед все ошибки все проблемы превратились для меня в опыт я делаю выводы и двигаюсь дальше советую вам делать так же очень важно отпускать весь негатив отпускать все плохое отпускать плохих людей вы можете сейчас со мной не согласиться но все это придет к вам с опытом вам нужно это все отпустить чтобы внутри освободить место для чего-то хорошего освободить место для успеха только так вы будете на шаг впереди остальных только так вы сможете добиться успеха огромное вам спасибо за поддержку за понимание если понравилось видео обязательно 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 поставьте ему лайк поделитесь этим видео с друзьями подпишитесь на мой канал потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые серии все мои оригинальные страницы в описании под видео не ведитесь на мошенников всем удачи всех люблю целую пока удачи удачи а